Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своём канале. Сегодня я вас приветствую с электронной книжкой. Это значит, что мы сегодня с вами будем пробовать книги, какие мы с вами хотим читать следующими, потому что у меня на электронке очень много книг, и я не знаю, с чего начать. Меня тянет ко всему. И вот интересно, будет ли такое, что по первым книгам нам с вами что-то понравится. Я уже делала подобные видео, три-чептер-т, когда мы начинаем читать одну главу или страничек 20-30, и решаем, нравится нам это или нет. Ну, естественно, я делюсь своими впечатлениями с вами. И сегодня у нас с вами на повестке дня пять книг разных жанров, и узнаем, что же читать в следующем. Меня на самом деле одинаково тянет к этим книгам. Вы знаете, бывает такое, что вот начнёшь читать и поймёшь, что всё, не хочу от этого отрываться, это моё. Или наоборот, ну, как-то я не этого и ожидала. Поэтому, так как выбор большой, давайте с вами познакомимся с некоторыми книжками. А сейчас я хочу рассказать вам о том, что приведёт вас в полный восторг. Если вы любите книги, то вы будете в восторге. Когда я увидела название курса, которым я вам сейчас расскажу, то я поняла, что это необходимо и мне, и вам, и я не преувеличиваю. Я хочу рассказать вам о том, что у образовательной платформы «Синхронизация» есть курс «Книги великих писателей». Это большой аудиокурс, в котором вы познакомитесь с шедеврами мировой литературы. Вы поймёте, что хотел сказать автор, почему он об этом писал, почему его это волновало, и вообще, мне кажется, поймёте смысл жизни. В программе курса 33 произведения – от истоков литературы до современности. Каждую книгу лектор описывает с четырёх ракурсов. Сначала он рассказывает об авторе, его биографию, потом рассказывает об эпохе, в которой он жил. Это важно, чтобы понимать контекст произведения и считывать новые смыслы. Затем лектор переходит к рассказу о жанре и стиле книги, например, почему «Мёртвые души» называются поэмой. И в конце разбираются герои и проблематика произведения. Помимо аудиолекций, в курсе есть короткие видео о разных эпохах и периодах литературы и много дополнительных материалов. Я была в восторге, когда увидела список книг. Например, там есть «Имя Розы», который у меня в 12 забытых книгах, в ближайших, кстати, планах на ближайшие месяцы. И, конечно, я буду читать «Имя Розы» вместе с прохождением курса. А ещё там есть «Улисс». Я вот много читала о создании «Улисса», побывала у дома, где написан был «Улисс». И опять это курс для меня находка, потому что мы с вами будем скоро тоже его читать. В общем, вы сами посмотрите список произведений и поймёте, почему я в полном восторге. Как же будут проходить занятия на курсе? Каждое занятие — это 4 аудиолекции по 30-60 минут. Аудиоформат — это очень удобно, потому что вы сможете слушать лекции в наушниках, по пути на работу или во время прогулки с собакой. Аудио всегда запоминает ваш прогресс. Вы всегда сможете продолжить с того места, на котором закончили в прошлый раз. Курс идёт Артём Новиченков. Он писатель, преподаватель литературы и радиоведущий. Артём — настоящий профессионал и знаток литературы. Я очень рада, что этот курс выпустила именно синхронизация, потому что их команда всегда заботится о качестве курсов и работает только с крутыми экспертами и учёными. Их курсы всегда информативные, полезные и суперинтересные. И у меня есть приятный бонус для вас. По моему промокоду ЛЕРАЖУК у вас будет дополнительная скидка в 15%, то есть вы заплатите не 7200 за курс, а 4680 рублей. Промокод работает для всех курсов синхронизации. Скидка по нему суммируется с другими скидками на сайте Лектория. Так что проходите по ссылочке в описании, записывайтесь на курс и получайте неоценимые знания. Итак, открываем с вами электронную книжку. Итак, первым делом я очень хочу прочитать Беладонну, потому что весь буктюб зарубежный, он просто взрывался раньше, ну, ещё некоторое время назад, от потрясающе тёплых отзывов на эту книгу. У меня она есть в бумаге. Кстати, все книги, которые мы сегодня будем с вами читать, у меня есть в Минске в бумаге. Так что, когда вернусь домой, удобно будет сразу же знать, к чему приступить. И вот Беладонна — это просто какой-то феномен. Все в неё были влюблены. И я, вот не знаю, меня по описанию не очень тянет к этой книге, но настолько прям классные отзывы. Так что давайте с вами попробуем. Я буду читать и потом рассказывать, о чём книга, чтобы не повторяться уже. Так что приступаем. Итак, прочитала я одну главу Беладонны. И не скажу, что это прямо супер захватывает сразу же, что я сразу же хочу продолжать читать, но это достаточно интересно. Рассказывается о девушке Сигне, которая родилась, и она не может умереть. То есть она, не знаю, она там и пила, и яд пыталась, и падала с лестницы, когда была маленькая. И вот в тот момент, когда она вроде бы умирает, приходит Англ Смерси, и он не может забрать её душу. И она оживает снова. Но вокруг неё все умирают. То есть когда она была совсем маленькая, пару месяцев ей было, мама её умерла, все её родственники в доме умерли, там их отравили. В общем, вот смерть приходит, забирает все души. И наша девочка тоже должна была умереть, но она не умирает, потому что Ангел Смерти не смог её забрать. И вот она с ней периодически встречается. И вот когда она уже достаточно взрослая, она решает сама вызвать этого Ангела Смерти, то есть умереть, чтобы с ним поговорить, ну, как-то его прогнать, возможно, уничтожить. Странное решение, но хотя бы попробовать пытается, чтобы вокруг неё все перестали умирать. То есть все вокруг неё умирают. Она хочет начать новую жизнь, чтобы не пристегла Ангел Смерти. И вот он с ней начинает заговаривать. Как бы, ты считаешь, что это я специально прихожу, она пытается его убить. В общем, и на этом обрывается глава первая. Это достаточно интересно, но мне кажется, это будет немножечко такое слишком уж Янка дал повествование, потому что вот этот Ангел Смерти, его зовут Смерть, такое, мне кажется, будет сейчас очаровательный юноша, вот в который, естественно, там любовная линия будет. И мне это немножко напомнило о незримой жизни от Диларю. Вот там этот тёмный демон был, тоже Смерть, вроде бы то же самое. Но там это было прям так по-взрослому хорошо описано, ну, более или менее, по крайней мере. А вот здесь, мне кажется, будет немножко слишком подростково, но, возможно, я ошибаюсь, потому что если как-то обыграют вот эту интересную линию с Ангелом Смерти, это было бы что-то интересное. Но вот скажу сразу, мне понравилось, я однозначно буду читать. И здесь, кстати, Англия XVIII века. То есть вот этот антураж Англии, несовременная XVIII века, он, конечно, делает всё это интереснее. Вот, так что да, интересно читается. И, кстати, очень хорошо написано. Так интересно, атмосферно. Так что вот это пока меня книга пока интересует. Второй мы с вами будем читать. Так, выходи, выходись. Только монстр. Только монстр — это не совсем похоже, но это тоже будет такой фэнтези. Так что давайте приступать. И когда прочитаю первые там главы или главу, подключусь. Тоже я видела, у меня эта книга есть, тоже тёплые отзывы слышала. По описанию очень понравилось. И тоже на зарубежном буксюме вот я видела. Красивая такая обложка и тоже с тёплыми отзывами. Я не могла оторваться, прочитала две главы. Вот сейчас третья начинается, всё останавливалось, потому что это было ещё интереснее. Это было гораздо интереснее, чем Беладонна. Я, когда только прочитала описание этой книги, подумала, что это будет совсем что-то детское. Тоже мне показалось. И когда начала читать, тоже. Но так всё интересно заворачивается. В общем, здесь наша главная героиня. Ей бабушка в детстве сообщает, что они монстры. Но нельзя никому об этом рассказывать. И вот она растёт. Ей уже 16 лет. И она летом подрабатывает в музее. И там влюбляется в молодого человека. Он её приглашает на свидание. И что происходит? Интересный момент. Она касается мужчину, которому плохо. Там ребром ладони. И просто падает в обморок. Это днём происходит. Она очнулась, а вокруг ночь. И она возвращается домой, не понимает, что произошло. Её бабушка объясняет. Ты крадёшь у людей время их жизни. То есть ты украла часов 9, например, жизни у этого человека. Ты в будущее как бы перескочила. То есть тебе 9 часов добавилось. А ему, получается, у него ты отняла эти 9 часов жизни. И это, кстати, очень интересно. Потому что мне интересно знать, как это всё работает. Потому что оказывается, что её родственники тоже все владеют этим даром. И, например, её братья и сёстры иногда возвращаются утром. А они одеты в стиле 80-х годов или 20-х годов. То есть они как-то перемещаются во времени. То есть, получается, они, например, 80 лет. На 80 лет назад перемещать. Это значит, что они крадут 80 лет у кого-то. Или, наоборот, свои 80 лет отдают, чтобы назад переместиться. Вот я вообще схему пока не поняла. Но, в общем, она как-то умеет, может красть время у людей и перемещаться во времени. И она тассы нам обещает, что вот этот человек, в который она влюблена, это охотник на монстров, на таких, как она. И она встретит кого-то ещё. Аарон его зовут. Кстати, Аарон — это имя, где зовут всяких таких тёмных, интересных мужчин в книгах. Вот. А он тоже монстр. Они будут с ним вместе как-то там узнавать, наверное, свои способности. Так что это вот такое фэнтези. Ян Кадалт, потому что главный герой не 16 лет. Вот. Но пока очень захватывающая, и мне вот эта тема интересна. Так что только монстры пока класс. Итак, что я хотела следующим читать? У меня есть на выбор фантастика научная, есть триллер и есть такая семейная сага. Давайте разбавим и почитаем семейную сагу. Я имею в виду хроники семьи Козалет у меня есть. У меня есть первая часть. Это цикл из пяти книг. И говорят, что это просто потрясающий цикл, который вроде такой спокойный, но ужасно затягивает. Так что... Но так как такой спокойный цикл без всяких каких-то ярких черт, то ощущение, что никогда к нему не хочется приступить. Вот у меня он лежит, и нужно какое-то особое настроение, чтобы как-то к ним приступить, а его никогда и нет. Так что я решила попробовать, мало ли меня с первых же страниц затянет. Давайте начинать. Когда она выйдет замуж, муж будет восхищаться ею, потому что у неё всегда найдётся подходящая цитата от Шекспира на любой случай, каким бы он ни был. Итак, тут глав, как таковых, нету. Я прочитала 30 страничек, примерно как одна или две главы в предыдущих книгах. И это очень хорошо написано. Здесь 37-й год, Англия. Семья, где вот мама, папа, родители, ну такие уже пожилые. Потом три брата, одна сестра, вот их дети уже, которые приехали в семейное поместье, все втроём, со своими жёнами, с детьми. И вот на первых страничках нам рассказывается об двух детях, о двух дочерях одного из вот этих детей, в общем, самых вот младших членов семьи, о том, как они там просыпаются утром, чем там они живут. Потом рассказывается об одном из братьев, который там уже тут же видно, что изменяет своей жене, о её мысли рассказываются. В общем, пока такое спокойное повествование, очень атмосферное и уютное, вроде бы, но скажу честно, что меня пока ничем не зацепило. Вот бывает такое, что даже какие-то повествования без действия, они цепляют, но здесь нету такого. Но это большой цикл из пяти книг. Я понимаю, что потом зацепят, потом привяжешься к героям, и, наверное, семейные саги читать с у детей как-то по первым страницам нет смысла, но, не знаю, оно очень хорошо написано, очень уютно, там это утро как проходит, сразу же интересно, что там будет с этими людьми, кто там кому изменяет. Сразу же понятно, что у каждого человека будут свои скелеты в шкафу, будем за развитием, за ростом смотреть, тем более 37-й год, перед 40-ми годами, как бы всё понятно. Но, мне кажется, сейчас закрою, и ещё, не знаю, пять лет не вернусь к этой книге, мне нужен всё-таки ваш пинок, потому что вот по первым главам как-то хорошо, но я бы лучше сейчас что-нибудь из предыдущих продолжила читать. Давайте с вами попробуем прочитать «Квартиру в Париже». Тоже такой триллер, который должен нас с вами заинтересовать, правда? Покупала, я слышала очень разные отзывы, но так как про Париж сейчас хочется читать, давайте попробуем его. Итак, прочитала я первые главы, и здесь, ну, тоже не разделено на главы, просто от кого повествование. Несначала рассказывается о главном герое, о мужчине, который живёт в Париже, и который ждёт в гости свою сестру, которая ей пишет, что вот, приезжай, она уже приехала на вокзал, пишет ей, что приходи, просто звони в дверь, я тебя открою. Потом он смотрит в окно, он живёт в таком презентабельном районе Парижа, очень хорошем, смотрит в окно, там консьержка, смотрит и видит какого-то, как будто тень по двору перемещающуюся, и слышит потом через некоторое время, что это человек ступает по лестнице, подходит к его двери, и поворачивается ключ в замке, то есть у кого-то есть ключ от квартиры, но он ни с кем не договаривался. Открывается дверь, он смотрит на человека, видит, что у него в руке, и всё, на этом заканчивается, ужас его переполняет, и всё, заканчивается на этом повествование. И потом повествование идёт от нашей сестры, этого мужчины, которая приезжает к нему, пытается позвонить в дверь, никто ей не отвечает, и она не видит света в окне, и говорит, что почему он не отвечает, вот только что он мне писал. Вот, звонит в дверь, никто не открывает, и мы знаем из повествования, что её брат пропал, и знаем, что потом она за нотацией, знаем, знаем, что она будет с соседями общаться, и будет раскрывать тайны этих соседей. И я ещё прочитала кусочек от лица соседки нашего героя, который рассказывает, что у неё богатый муж, она там боится постареть, прям идеально всё выглядит, просто её жизни немножко рассказывается. И в конце такая фраза, что не понимаю, как до этого дошло, до чего непонятно, но я точно знаю, всё началось с того момента, как он появился здесь, переехал на третий этаж. Бенджамин Дэниелс, он всё разрушил. И, видимо, мы сейчас будем всех соседей вот историю узнавать, и как-то они связаны с нашим братом. И тоже не скажу, что слишком интересно, потому что это... Я люблю триллеры, которые более такие таинственные, а тут прям сразу же понятно, что кто к нему пришёл, и, скорее всего, там у него, не знаю, оружие было какое-то, или что, но, в общем, это не таинственное какое-то исчезновение, что он сам мог что-то или как-то, ну, что-то замешанное, что-то интересное, необычное. А тут явно кто-то к нему пришёл, у кого был ключ, и что-то с ним, возможно, сделал. Вот. Я люблю более таинственное, конечно, хотя всё равно в итоге всё обычно заканчивается, что кто-то замешан ещё один, вот, известно, какое-то похищение, там, или какое-то преступление, но здесь прям совсем очевидно, кто-то пришёл к нему, и всё, и он мне отвечает. Не знаю. Ну, пока ничего таинственного такого супер нету, но, возможно, тоже что-то интересное. Поэтому, наверное, пока квартиру в Париже я прям срочно брать не хочу. Вот, что я хотела прочитать. Я хочу начать читать проект Абы Мария. Это научная фантастика, космический корабль, спасение мира. Давайте начинать. Меня книга затянула, вторая глава. Я дочитала одну главу, но я еле остановилась, потому что всё, хотела срочно продолжать. Это очень интересно. Я, наверное, продолжу прям читать проект Абы Мария сразу же. Может, сейчас, но я сейчас читаю другие книжки. Ну, в общем, вот эта книга прям, наверное, больше всех мне понравилась. В общем, рассказывается о мужчине, который очнулся на какой-то круглой кровати с подключёнными трубками к телу, с какими-то мониторами, но он понимает, что что-то не то, где он, не знает, он не помнит, как он тут оказался, он не помнит даже, как его зовут. И он постепенно приходит в себя, встаёт с кровати, видит, что рядом с ним такие же две кровати, но там уже все мертвы. То есть он единственный живой человек, там два мертвеца. Он поднимается, там дальше идёт и понимает, что вспоминает, начиная некоторые моменты из жизни, например, он помнит статью про какое-то инфракрасное излучение, но не помнит, кто он, но помнит, что он читал в кафе какую-то статью про инфракрасное излучение. Потом помнит какие-то математические, физические формулы, то есть помнит какие-то научные термины, он понимает, так, я, значит, был учёным, так, значит, я был тем-то, но я не помню своего имени. И потом он что-то просто подбрасывает, понимает, что как-то вещи не так себя ведут. И он начинает вычислять какие-то из формул, понимает, что сила притяжения здесь очень высокая и понимает, приходит к выводу, что он не на Земле. То есть на космическом корабле так классно описано, когда он начинает понимать, что что-то не так и вообще не понимает, что произошло, кто он такой, как он оказался здесь. И уже из аннотации мы знаем, что миссия это будет, чтобы он спас Землю. Это интересно. И знаете, с такими научными какими-то моментами. Либо я соскучилась по научной фантастике, мне хочется что-то про космос, но вот это меня прям захватило сразу же. Интересно, как он будет всё это изучать, как он будет вести себя на космическом корабле. Интересно, как он выглядит в иллюминатор, возможно, и увидит там космос, Земля. Ой, прям классно. Я, наверное, соскучилась по научной фантастике. Класс. Вот это буду читать точно. И отзывы очень хорошие слышала на проект Ава Мария. Там многих в любимых книгах, в лучших книгах года и вообще в подборке классных книг, так что обещает книга до конца быть классной. Вот сложно как-то объяснить, но книга сразу же захватила. Вот этого эффекта я ожидала. Наверное, вот больше всех она мне понравилась. Ну вот смотрите, я покажу вам. Просто кусочек, вообще ничего особенного нету, но почему так приятно написано. Но самое интересное, что повлиять на силу притяжения невозможно, ее нельзя увеличить или уменьшить. Ускорение свободного падения на Земле составляет 9,8 метров в секунду каждую секунду и точка. А здесь я подвергаюсь большему воздействию силы тяжести. Объяснение напрашивается только одно, я не на Земле. Ну, потрясающе, хочется прямо читать. Почему мне так понравилось? И это были все 5 книг, которые я хотела вам показать, рассказать, прочитать вместе с вами. Надеюсь, вас чем-нибудь заинтересовало. Если я сделала какие-то неправильные выводы о книге, вы ее читали, она там вам очень понравилась или наоборот не понравилась, обязательно пишите. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно, понравился такой формат видео. Вроде бы вам нравятся они, предыдущее видео такое понравилось, я подумала, что и сейчас понравится. В общем, надеюсь, это понравилось. Спасибо большое за внимание и до скорой встречи. Всем пока!